Моисовый полос или пятнистый лазающий полос или красная крысиная змея. Это небольшая не ядовитая змея, обитающая в Северной Америке. Длина животных достигает от 120 см до 150 см. В окраске наблюдается большое разнообразие, особенно с учетом проводимой селекции. Естественная окраска оранжевая с черными полосами, окружающими красные пятна. Брюхо имеет сетчатый, бело-черный рисунок. В природных условиях Моисовый полос встречается, как правило, в лиственных лесах, а также на бесплодных почвах вблизи скалистых склонов. Очень большая численность популяций обитает рядом с ферменскими хозяйствами, практически на всей территории Америки, а также в мексиканских провинциях и на Каймановых островах. Змеи населяют заросшие поля, лесные поляны, деревья и брошенные, а также редко используемые здания и фермы. Из-за того, что их можно встретить в кукурузных полях, они получили свое название – Моисовые. Как правило, полосы обитают на земле, но могут подниматься и на деревья, скалы и другие возвышенности. Моисовый полос обладает спокойным нравом, он не агрессивен и привыкает к хозяину. Обладает хорошим аппетитом. Рацион состоит преимущественно из грызунов, в основном мышей и крыс. Однако на деревьях змеи могут ловить птиц и летучих мышей. У нас в парке полос питается мышами раз в неделю. Официально полосы живут 9-10 лет, хотя доказано, что в искусственных условиях эти змеи живут гораздо дольше. Нашему полосу уже 10 лет, чувствует он себя отлично, живет на верхней станции сафари-парка в террариуме. Моисовый полос – первый из видов по популярности в мировой террариумистике. Экземпляры этого животного в природе практически не отлавливаются, потому что благополучно размножаются уже в течение не одного десятка лет. Его численность в природе меньше численности в неволе. Вот такие вот интересные животные живут на верхней станции нашего сафари-парка. Субтитры создавал DimaTorzok